Добро пожаловать на канал How to Spain. Меня зовут Виктория Белякова. Сегодня у меня в гостях Диана, мама студента в Испании. Эдвардс учится в Валенсии в языковой школе Испании. Диана, спасибо, что согласились поделиться своим опытом. Скажите, пожалуйста, как давно Эдвардс учится уже в этой школе? Добрый день! Очень приятно, что получилось нам прилететь, лично с вами встретиться, потому что учится он в этой школе тоже благодаря вам, потому что нашли мы вас на ютубе, очень заинтересовало ваше все видео, у вас рассказ о том, как происходит жизнь студентов. И все получилось так, что с января Эдвард прилетел, учебу он начал тоже в январе, и сейчас получается, что он 5 месяцев здесь. Ну вот буквально с ним ходили по магазинам, и он изъясняется, он объясняет, он рассказывает, он заказывает, мы везде его Эдвард так, что нам сказали, иди сюда, помоги нам. Очень нравится ему преподавание в школе, у него происходит учеба каждый день, 4 часа в день. Преподаватели, я так поняла, меняются у него от того уровня, как они переходят. Вот, по-моему, уровень А1А2Б1, по-моему, сейчас идут очень небольшие группы, что очень здорово, преподаватель может каждому уделить внимание. Я даже сказала, очень много у них происходит разговорной речи. Преподаватели говорят только на испанском, не понимаешь, ну и что, что знаешь английский, тебе покажут, нарисуют, прыгнут, он говорит, по-любому. Вот, потом очень говорит, что очень хороший контакт с учителями, со всеми. Да. Вот, все в виде игр, шуток, всего бывало, когда звоню, спрашиваю, как день прошел, как учеба, он говорит, мама, смеялись полурока. Вот, шутки учат, учат рассказывать о себе, как бы. Здесь сделаем большую вставочку по поводу того, что меняются преподаватели. В самой школе Испания их метод, он сейчас в процессе патентирования. То есть у них определенный метод, разработанный владельцами школы, как раз-таки построенный на вот этом близком общении, на том, чтобы вовлечь максимально ученика. Почему меняются преподаватели часто? Чтобы ученик не привыкал к какому-то конкретному преподавателю и не привыкал только к его манере общения, диалекту, да, потому что все равно каждый учитель – это прежде всего человек. И когда ученики общаются только с одним человеком, с другими им общаться сложнее. Поэтому с определенной периодичностью, в зависимости от группы, преподаватели меняются. Они просто переходят в другие группы. Это не эти кучка в школе, просто это часть такой системы. Да, поэтому он рассказывал иногда, что поменялся преподаватель. Он говорит, мама, ничего не понял. Но первый, да, вот этот урок. Я тоже не понимала, серьезно, когда училась. А потом ему опять получается так, что ты входишь, ты уже учишься услышать, расслышать эту речь. Вот, ему вот как-то нравится. Потом очень ему нравится, что с разных стран. Ребята, они очень… Там, когда мне прислала фотография, я говорю, ну, у вас там полный интернационал. Очень сдружился. Я так понимаю, что сдружился на таком серьезном уровне. Они уже там планируют, что к нам кто-то прилетит, он куда-то полетит. То есть здесь очень хорошая возможность, очень таких хороших себе друзей. Вы говорили у него друг из Бразилии, да? Из Бразилии, да. И вот он говорит на своем, получается, языке. Он не говорит по-английски. И вынужденная ситуация – общаться на испанском. Сначала было первое сложно, потому что сами очень… Ну, как бы он сам не знал. Он говорит, через переводчика. Говорит, смеялись. Говорит, переводчик очень смешно переводил. Говорит, нам говорит слова и предложения. А сейчас я так поняла, что у них нет проблем, что они и посмеются, и пошутят. И я еще говорю, ну, это какой все-таки все равно уровень за это время, что ты можешь даже пошутить. Это не просто речь, да, такая. Да. Ну, купить там что-то, попросить – это другой совсем оборот речи. Вот. Им очень нравится. Вот. Потом получилось так, что при школе была вот эта комната, да, и потом, конечно, с вашей помощью, опять же, огромное вам спасибо, нашли другое жилье ему. И вот он, получается, снимает комнату. Там еще, по-моему, две девушки тоже и с ними сдружился. Вот. Для зрителей поясню, что такое комната. У школы Испании есть студенческие апартаменты, где каждый студент может снять жилье. Но, как правило, такие комнаты снимают на месяц-два, и потом ищут более доступное жилье, потому что в ту комнату входит и электричество, и вода, и стоимость немного выше, чем если вы будете искать просто долгосрочную аренду. Ну, а если вы хотите найти уже, то я расскажу в другом виде, как это сделать. Скажите, а после этого года, сейчас он учится 5 месяцев, потом у него есть планы, так понимаю, учиться в испанском университете. Да, поступать. Да, и поэтому вот один из плюсов, наверное, когда мы с вами тоже про школу обсуждали, что в этой школе Испании есть курс для подготовки к поступлению в университет. Такие курсы есть далеко не в каждой школе, то есть там учат не только испанском, там учат уже конкретно математики, химии, биологии, тем предметам, тем дисциплинам. На испанском языке. Да, на испанском. Чтобы на этот курс перейти, нужно иметь уже уровень B2. Да. Я думаю, что с таким прогрессом, как у Эдвардса, уже он сможет скоро перейти. Да. А планирует сдавать, не знаете, экзамен Дели? Ой, я пока не знаю. У него сейчас будет в мае, будем пробовать эти вступительные экзамены, посмотрим, как у него. Потом произошла же эта оценка диплома его, потому что колледж закончил, заканчивал, и там были профессии в колледже, на которые, по-моему, как-то связаны с теми профессиями, на кого он хочет поступать. Так, Эдвардс Латвии, я думаю, будет проще, чем гражданам других стран. Да. А я думаю, все зависит тоже на сколько эти экзамены, они же на испанском будут проходить, вот на сколько он от этого мая, он тут буквально за неделю, да, как бы, вот. Ну, если нет, я с ним разговаривала, спрашивала о его планах, он однозначно хочет оставаться. Валентия понравилась ему? Да, очень понравилась, испанцы понравились, и он говорит по энергетике, говорит, мое, вот, я так поняла, что он и с друзьями, очень, как бы, и вот этот его друг, он будет поступать на следующий год, он обучение в школе на годовое взял, поэтому я тоже, как бы, предлагала, что можно продлить учебу, да, чтобы все-таки язык лучше знать, потому что учиться на испанском это чуть-чуть другое, это уже тоже другой оборот речи, да, там он нужен, ну вот, и... Если вдруг захочет еще экзамен Дели, Дели это официальный экзамен, который подтверждает знание языка, и в курсе в Испании есть бесплатная возможность подготовиться к этому курсу, то есть однажды, когда он захочет, скажет, я хочу Дели, когда будет определенный срок, где эта подготовка идет в определенный месяц, он просто, как бы, на несколько месяцев выходит в другую группу, готовится, сдает и возвращается уже, ну, просто он уже на другом уровне, потому что на подготовке к экзамену там серьезно идет такая штурмовка по грамматике, по всему. Очень в школе понравилось, что можно... Мы купили этот курс обучения, что он домой прилетел. Ты можешь отложить, да, эти, они никуда не пропадают, твои уроки, потом тебя куда-то в группу, наверное, добавляют, ты наверстываешь то, что ты пропустил. Это тоже у ребенка чисто психологически нет такого, что он там на год уехал с дома, там самое, там на неделю приехать, да, и за неделю ты там выпал, там, допустим, с группы, нет. Да, ты можешь наверстать, все часы у тебя сохраняются. Да. Да, один из плюсов, часто упоминает, а это гибкая система. Вот, наверное, основная особенность школы и их мета, да, это гибкость. Они стараются максимум построиться под клиентов. Это очень большой плюс, я считаю. Кстати, Диана, забыла спросить, еще интересный опыт про то, что мы встречаем клиентов в аэропорту. Да, это тоже. Скажите, вот, родителям, как это важно? Мне всегда хочется напомнить об этом, что мы каждого нашего студента лично встречаем в аэропорту, стараемся дать максимум информации и помочь вот с первой адаптацией, убрать этот шок от новой страны, провести, показать город, помочь купить сим-карту, какие-то базовые бытовые вопросы ответить. И, конечно же, после этого мы всегда остаемся на связи. И это действительно большое счастье, знать, когда ты работаешь. И потом, вот, как сегодня вы пришли к нам в офис, принесли вкусняшки, подарки, и ты понимаешь, что, как бы, работаешь не зря. Я надеюсь, что, если вы решите поступать с нами, также мы здесь с вами выпьем кофе и будем встречаться здесь все вместе. Ну, мы от души советуем. Я очень рада. Спасибо большое. Безумно рада. Если, кстати, нужно будет Эдвардсу или нашим будущим студентам, вы приехали, к примеру, вам нужен интернет, и негде поработать, поучиться, вы всегда можете прийти к нам, мы вам дадим место. У нас очень быстрый интернет до одного гигабайта. Вам здесь всегда рады угостить кофе, дадим интернет и поможем всем, чем можем. Кофе вкусный. Спасибо, что были с нами. И до встречи, Валенсия. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...